И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен очень интересному сочетанию вооружению, ну и режиму. Вчера у нас закончился, можно так сказать, второй выходной ивент, посвященный праздничным картам новогодним, где у нас был дм-режим с соло джиггернаутом. Я по совету определенных личностей профессиональных для себя открыл новое интересное вооружение и сегодня хотел бы для вас его показать, возможно кто-то не видел, кто-то не знает, кто-то не шарит и сам как бы протестировать это вооружение хотел бы в командном джиггернауте. То есть соло джиггернаут, дм, хорнета, ой хорнета я говорю, хопера, страйкер залетает, ну прям великолепно, очень жестко разваливает, просто как я не знаю что. А теперь осталось только посмотреть, как это же самое вооружение с восьмиступенчатым страйкером, все с тем же хопером, с бустером будет себя показывать в командном джиггернауте. Я буду надеяться на то, что меня не запикает первого на джиггере, если быстро буду пикаться, то наверное зажму просто паузу, чтобы мне не дали джиггернауту, чтобы я на нем не играл, а чтобы на нем играл кто-то из моих тиммейтов. И чтобы уж полноценно я бы смог бы попробовать реализовать и показать вам данное вооружение. В чем же плюс данного хопера, страйкера, скажите вы мне, ну и вообще в принципе подумаете там, а в чем прикол, типа ну почему хопер, почему не викинг, да, в чем фишка. А фишка в том, что в этот хопера страйкер намного тяжелее свестись, попасть в джиггернауту, у него есть возможность страйфа на мышке, очень жесткого страйфа, и за счет этого вы с легкостью можете разводить своего оппонента, он будет промахиваться, он не будет контролировать ситуацию, он не будет понимать куда надо выдавать рельсу, как вот вы видите, например сейчас, да, пару-тройку неплохих страйфов, и хантер рельса промахивается дважды и не может просто-напросто в меня попасть. За счет этих моментов хопер абсолютно на 100% переигрывает любого викинга, да, то есть если сравнивать викинга страйкера и хопера страйкер, и сегодня мы просто рассмотрим это вооружение на примере обычного командного джиггернаута, как вы видите, я уже одного джиггера быстренько скушал. Возможно не на всех картах будет удобно сливать джиггернаута, может быть где-то у вас будут проблемы, но в общем и целом, если вы правильно будете действовать, не будете ошибаться, будете грамотно сводиться по своему оппоненту, то при любом раскладе вы будете, ну вот так вот просто обманывать на рельсу, да, разводить джиггернаута и в дальнейшем просто уничтожать его. А он будет просто думать, что как это я не попал, но реально попасть сложно, да, то есть я со стороны самого джиггернаута и если буду играть против опытного хопера страйкеровода, буду понимать, что очень сложно по нему попасть. Да, надо предугадать траекторию, но он может в любой момент просто сделать легкий страйф и вы промажете, вы просто не сможете попасть по нему, да. Бывают моменты, когда есть там сближение или еще какие-то траектории, когда вы можете прочитать уже хопера, но в общем и целом это вооружение по сути полноценно намного сильнее джиггернаута. Да, у вас не такое большое количество здоровья, но оно вам по сути и не нужно. Если вы будете правильно и грамотно действовать, то противник по вам не будет попадать, а вы в свою очередь будете накидывать довольно большое количество демеджа по оппоненту. Ну и понятное дело, что по итогу вы будете только и только в своем плюсе. Сейчас за мной конечно тут лекинга твинс гонится, но ему надо вот так вот дать овердрайва, чтобы он немножечко покушал. А то что-то очень сильно жестко забордело, я смотрю так. Ну и давайте попробуем сводочку организовать. Да, хорошо, еще третьего уже джиггернаута мы уносим. Пока каточка складывается максимально хорошо, да, я уже наверное буду потихонечку не только балаболить, но и концентрироваться и пытаться сливать именно джиггернаутов. Механика очень простая, да, главное привыкнуть к управлению хоппера, если кто не управлял им или не играет до сих пор на этом вооружении, ну я имею ввиду не то, что вооружение, на корпусе я там, да, с мышкой, то я бы на вашем месте попробовал бы, потестил, потому что, ну это лютая вещи, прям вообще лютейшая имба. Да, и рано или поздно, я думаю, что, конечно, это все дело могут занерфить, но я думаю, что пока точно не будет никак, как, например, с тем же магнумом не будет. И этого вооружения будет будущим, будущим нагибом. И совсем скоро мы в командном джиггернауте будем видеть очень большое количество данных хоппера-страйкеров, которые будут, ну просто-напросто уничтожать. Да, если сейчас большинство катает именно на викинге, то я вам могу сказать, что скоро викинги будут превращаться в хоппера, который будет ужасно жестко висеть и уничтожать любого джиггернаута. Вот единственное только, с чем я не согласен, да, зачем мне вот сейчас дали джиггернауту, действуйте мне, пожалуйста. Ну что, я должен сейчас на вражском респете сидеть, уничтожать. Давайте меня лучше быстренько, либо вы сольете, молодой джиггернаут, либо я вас чпокну и уже смогу показать дальше весь самый интересный геймплей. Поэтому, по сути, сейчас, ну для меня джиггернаут, это уже, ну не то вооружение, да, на котором стоит там играть, стоит нагибать. Можно просто взять хоппера-страйкер и чувствовать себя намного комфортнее, намного увереннее. Плюс ко всему прочему, по вам не будет лететь никакого фокуса, да, у вас нет какого-то там уникального танка, вы будете просто-напросто уничтожать любого противника и всё. Всё очень-очень просто, очень, как по мне, интересно по геймплею, да. Я, к сожалению, не записал ни одного видоса с новогодней карты, но, возможно, что-нибудь вырежу со стрима, если там будет какая-нибудь интересная катка, но сам геймплей мне реально очень сильно понравился, когда мне его показали, когда для меня открыли это вооружение. Я был очень сильно приятно, именно приятно удивлён тому, что можно делать с этим вооружением. Ну, понятное дело, что если будет одевать от вас резисты в дальнейшем, да, от страйкера, ну, будет немножечко потяжелее, немножечко, но я бы не сказал, что это там как-то сильно меняет всё дело, да, вы, по сути, всё равно там, если не ваншот даёте, то 19 тысяч урона сносите, поэтому там можно даже самому потом, если неплохо стрейките, добить данного джиггернаута без особых проблем. 6-4 мы ведём в катке, у меня 480 очков, что является очень неплохим показателем для такого боя. Но вот, правда, наши джиггернауты начинают потихоньку сливаться, и я уже потихоньку начинаю напрягаться, а вдруг мы сейчас просто-напросто не сможем вытянуть эту катку. Я всё-таки надеюсь, что здесь всё будет хорошо, мне надо сейчас стрейк подать, и получилось немножко, надо было как-то более грамотно обмануть джиггернаутов. Бывают неплохие обманочки срабатывают, бывает, конечно, моментами не всё идеально получается, это игра, и, ну, не всегда у вас есть возможность отлично, там, грамотно как-то свестись попасть, но, по сути, вам хватает одного обмана джиггернаута, то есть, если он по вам промахивается один раз, то уже полноценно сводка у вас 100% одна залетает, а если залетает одна сводка, то считайте, что вы уже как бы на коне, и у вас уже всё получилось. Также, когда джиггернаут по вам сводится, если вы сближаетесь где-то на среднюю дистанцию, и начинаете неплохо стрейфить, то за счёт этого вы тоже можете спокойнейшим образом переигрывать джиггернаут. С этой катки мы забираем 4000, что является довольно неплохим показателем для теперешней... Ну, как бы, пока ещё у нас ивент, как бы, на вагоне не идёт, 4000, в принципе, ну, это какой-то такой средний, пандетский, да, не сказать, что сверхжёстко, не сказать, что сверхмало, но нормально, в принципе, каточка такая залетела, но я бы сказал, наверное, что можно играть лучше. Блин, надо было на полную встать. Я забыл совсем, что у меня будет джиггернаут. Ну, ладно, давайте быстренько попробуем просто упороться в джиггера, либо он, либо я его сейчас быстро сольёт. Сольём, сольём, сольём. Я его, или он меня, или я его, или он меня. Да, и он меня, и я его. Хорошо, 1-1. Ну, и теперь мне надо просто найти какую-то неплохую позицию, с которой я смогу хорошо сводиться просто-напросто по джиггернауту. Там один джиггер вроде как АПК стоит. К слову, за счёт хопера овердрайва вы можете просто-напросто противников отгонять, да, то есть, например, если по вам летит фокус, да, по вам кто-то там сводится, вас кто-то бесит, вы можете просто-напросто взять в какой-то моментик, да, и прожать овердрайв, да, бы там кто-то за вами не гнался, там, ну, так, в этом плане очень неплохо работать. Овердрайв мне нравится. Так, давайте, молодой человек куда-то хочет убежать, я знаю, кто-то хочет убежать. Наверное, на резку, да, я даже не успел выстрел, да, он уже улетел на резку. Я в дальнейшем, наверное, попробую протестировать тоже это вооружение с другим устройством, да, то есть, если это у нас циклон, пусковая установка, да, то я попробую протестировать данный замечательный страйкер с... Вот видите, он не может у меня свистись. Он просто не может у меня свистись, потому что он поворачивает башню, у него сводка не идет, а я его просто-напросто уничтожаю. Попытаюсь с ураном потестировать, посмотрим, что получится с ним, но вооружение очень прикольное, да, то есть в плане динамики, в плане интереса, в плане маневренности корпуса можно очень много чего интересного придумать, да и вообще, в принципе, с хоппером много чего, и так, как корпус, можно придумать, да, а с такими всякими интересными устройствами можно вот такие вот моменты реализовывать. Я, конечно, не знаю, как до этого человек вообще додумался, который первый начал играть на этом вооружении, то я не знаю, что должен был сначала кто-то один начать играть, а потом уже от него ребята тоже начинают убивать, смотреть эти вооружения, но сочетание очень прикольное, реально. И реализовать его можно очень по-разному. Можно сыграть грамотно на вот таком устройстве, можно попробовать поиграть и на том же уране. Ну, в общем и целом, я хотел бы для себя, наверное, его чуть больше раскрыть, чуть больше вам показать. И если сегодня я его показываю с точки зрения командного джиггернаута, и именно игры против джиггернаута, то в дальнейшем попробуем реализовать данное вооружение так же и не как машину для убийства джиггернаута, но и как для вооружения, которое сможет просто-напросто уничтожать всё и вся на своём пути. 5-3 мы ведём. Не сказать, что сверх круто, но ведём. Это уже хорошо. Есть у нас неплохой джиггернаутик. Посмотрим, что он будет опять сводиться. Я понял. Да. Если молодой человек захочет так сводиться, то я думаю, что у него никогда ничего не получится. Здесь, конечно, огромнейшее преимущество у хопера есть в плане сводки. Если по вам сводится джиггернаут, то надо очень жёстко контролировать ситуацию, чтобы свестись, иначе просто-напросто у вас хопер будет переигрывать и всё. И всё просто. И без шансов. Просто без шансов. Это... Ну, это просто кайфовое вооружение. Просто кайфовое вооружение. Я советую каждому попробовать поиграть на нём. Да, если вы играли вообще на хопере, то с таким вооружением вы получите нереально большое количество удовольствия и откройте для себя определённо что-то новое. Давайте скатаем последнюю катку. В принципе, две катки мы уже выиграли. Довольно неплохо всё получается. Я для себя, наверное, скажу, что, по сути, этот хопера-страйкер является намного сильнее джиггернаута. Намного сильнее. Блин, опять я забыл про паузу. Пока было больно. Ну ладно. Давайте быстренько отправимся на давление. Джиггернаут что-то бежит куда-то. Мы просто задавим. Мы просто задавим. Я даже с хопера, мне кажется, бы быстрее бы смог бы слить боджиггернауту, да? За счёт того, чтобы я быстренько подлетел вот к нему. Хоп-хоп-хоп. Цик-цик. Со сводочки, видите? Здесь со сводочки я наношу 12 тысяч урона. С той сводочки я наношу больше 20 тысяч урона за счёт бустера, да? И хопер. То есть, ну, сами как бы делаете выводы, что лучше. На чём лучше катать? На чём лучше сводить? На чём лучше обманывать? По мне бы так, на хопере бы сейчас бы не смог бы свести за джиггерном. Здесь, хоп-хоп, цик-цик, и всё, и меня свили джиггер Васей. Ну ладно. Давайте попробуем переиграть. Получится хоп-хоп. Накуцали очень жёстко. Придётся сейчас запотеть в этой катке. Уже летим 1-0. В принципе, не проблема. Можно просто постараться. Просто, что это новый человек. Давайте попробуем заехать. Джиггернаут пока находится в очень неплохой позиции для меня лично. Я сейчас попробую в этой позиции его уничтожить. Отлично. Великолепно. Залетело. Я думаю, что он даже не ожидал, что столько урона полетит по нему. Это очень хорошо. Опять хантера рельса, которая пытается по мне попасть. Оп-оп. Оп-оп. И всё. И всё. И вот так вот хоп-хоп и вы обманываетесь спокойнейшим образом. Джиггернаут. Так, джиггернаут уходит от меня. Хочет убежать. Хочет убежать. К нему просто-напросто прилетается водочка. Даем ему 1 страйкер. Даем ему 2 страйкер. Даем ему 3 страйкер. Даем ему 4. Давай, 4 залетит. Блин, не потому летит. Блин. Он на 1 выстрел остался. О. 1, 2. Я не могу попасть. На углах, конечно, на верх-низах довольно тяжело попадать одиночными выстрелами. Но я думал, что там просто у джиггера очень мало хп. Я смогу его добить таким боковым страйфиком. Но это уже, наверное, немножко опыт решает. Со временем, я думаю, что с таким вооружением можно будет очень много чего хорошего показывать. Пока, может быть, у меня где-то моментами этого опыта не хватает. Но... Боже! Я получил нереальный шикайф от игры в соло джиггернауте на новогодней карте. А теперь это все дело можно спокойнейшим образом реализовывать уже в командном джиггернауте. если кто-то мне будет говорить, что викинг лучше, что на нем удобнее, и все дела. Играйте на викинге, друзья. Играйте. И со временем вы сами увидите, насколько большое количество хоперов начнет появляться в командных джиггернаутах, в соло джиггернаутах, в спецрежимах. Потому что... Ну... Все... Все со временем будет видно. Если сейчас еще кто-то не особо согласен со мной, то через время... Через время все, друзья, конечно же, поменяется. Вот видите, как происходит. Джиггернаут просто-напросто бежит от хопера. Хопера-страйкер, у которого 2000 хп. Да, 2000. И джиггернаут, у которого 20 тысяч хп. Джиггернаут с 20 косарями просто-напросто убегает от 2000-го хопера. Потому что он просто-напросто может в любой момент уничтожить вот такой вот огромнейший, здоровенный танк. Я просто... Иногда этому очень сильно поражаюсь. Так, мне надо сейчас заехать через левый фланг аккуратненько, аккуратненько. К слову, вы можете сливать не только джиггернаутом на этом вооружении, вы можете с тем же самым успехом просто-напросто уничтожать любые танки, да, то есть я просто делаю акцент исключительно на джиггернаута, но вот, например, в такие моменты, когда меня кто-то прессует, меня кто-то контролит, вы можете вообще просто забить болт на джиггернаут и килять этих типов 1, 2, делать очень просто, то есть вообще без особых проблем, но я просто в своем случае не особо увлечен, наверное, простыми игроками, когда записываю видеоролик, где я хочу уничтожить джиггернаута. Так, 2-2, меня не устраивает этот счет, там еще и хантер начинает потихонечку страховать джиггернаута, меня это вообще никак не может устраивать, мне надо как-то переигрывать, как-то переигрывать, на меня уже хорек, даже овердрайв начинает прожимать, уже у всех начинает сгорать жопочка, но нам надо слить хотя бы еще одного джаггера, я понимаю, что они начинают меня там троллить потихоньку, там все дела, мне надо его уничтожить в любом раскладе, давайте сейчас конечно немножко сгорел, давайте пару кроек у танков здесь уничтожить, который будет мне мешать, я понимаю, почему они не едут убивать джиггернаут, почему они пытаются мне слить, что им делал такого плохого, даже ничего плохого не делал, просто пытаюсь уничтожить джиггернаут, всего лишь уничтожить джиггернаут, ничего плохого в этом нету, к слову, есть друзья те карты, на которых наверное не совсем прям комфортно можно играть, не совсем комфортно, то есть условный соликамск, группа более закрытый, и здесь я бы не сказал, что максимально там удобно сливать джиггернаут, есть карты, ну по типу фореста, если не более открытый, там джиггернаута уносить намного намного проще, как вы видите, третьего джаггера я слил, овердрайвом еще и уничтожил хантера, который там стоял, это очень неплохо, но было бы еще лучше, если бы я уничтожил сейчас бы еще бы одного джиггернаута, чтобы счет у нас в каточке стал, чтобы счет в каточке стал у нас 4-2, и чтоб я со стопроцентной уверенностью выиграл этот бой, так, блин, стрейфа не дал, пришлось тормозить из-за стенки, из-за этого улетел я нарез пик, ну ладно, 7 секунд до конца, это уже победочка, поэтому, друзья, что я вам могу сказать, советую попробовать, советую попробовать, я считаю, что это очень лютейшая имба, да, и не только в том самом соло джаггернауте, но и в командном джаггере можно отлично реализовывать данное интересное вооружение, поэтому для всех любителей хопера, и любителей еще вдвойне страйкера, я-то в свою очередь раньше очень любил играть на страйкере, поэтому теперь у меня есть возможность вооружения подобного рода пореализовывать еще лучше, поэтому берите, тестируйте, я думаю, что в скором будущем данных хопера, страйкеров в джаггернауте будет довольно большое количество. Мне, друзья, на этом сегодня все, если вам понравился видеоролик, если вы хотите видеть в новом году, уже новый год, как бы, да, больше игровых видеороликов, то обязательно, друзья, поддерживайте данный видеоролик лайком, подписочки на канал, как только 150 лайков на данном видеоролике набирается, я сразу же лечу, мчу записывать новый игровой интересный имбовый видеоролик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.